Дорога грусти и печи В начале проблему жителей сел Цумадинского района выслушали наши корреспонденты. Все подробности через несколько минут. Главный приз – автомобиль. О победителях и призерах конкурса молодых знатоков Корана, который прошел в Хасавюрте, расскажем в выпуске. Забег.рф. Всероссийский полумарафон стартует во всех регионах страны 4 июня. Сколько участников присоединятся к акции в Махачкале – смотрите в спортивном блоке. Количество выпускников в Дагестане превысило 53 тысячи человек. Об этом сообщила первый заместитель министра образования региона Аида Долгатова в ходе общения с журналистами республиканских СМИ. Из них 13 тысяч учащихся в этом году будут сдавать ЕГЭ, а остальные 40 тысяч – ОГЭ. При этом, по словам чиновницы, ход подготовки детей к государственной итоговой аттестации был положительно оценен со стороны Рособранадзора. Отметим, что в прошлом году республика оказалась на 69-й строчке рейтинга по этому показателю субъектов России. По мнению экспертов, в этом году у Дагестана есть все шансы оказаться в тридцатке лучших. Хотите за границу – оплачивайте долги. Дагестанцы задолжали по алиментам более полутора миллиардов рублей. Около пяти тысяч злостных неплательщиков попали под запрет выезда за границу. Об этом сообщает служба судебных приставов по региону. С начала года в розыск объявлено 126 должников. На 159 человек заведены уголовные дела, а двое жителей республики получили тюремные сроки – 4,6 месяцев колонии-поселения. Более 80 километров полуразрушенных дорог, отсутствие напряжения в сети, безработица и многое другое – эти проблемы характерны и для многих районов республики. Наша съемочная группа побывала в двух высокогорных муниципалитетах и в усушила местных жителей. Подробности в сюжете Карима Гамаева. Речка, горный свежий воздух и самовар. Но не все так радужно, как вы могли бы подумать. Жители более 50 сел Цунтинского и Цумадинских районов уже множество лет борются с практически отсутствием каких-либо коммуникаций. Кто виноват и что делать, они не знают. Они просто хотят быть услышанными. Все прелести дорожного покрытия мы смогли почувствовать и сами, а местные жители вынуждены тут ездить каждый день. Как говорится, было бы смешно, если бы все обстояло не так грустно. Дорога печали и тревог протяженностью более 80 километров идет от райцентра Агвали до границы с соседним Цунтинским районом. А где санаторное место, это все разломали, воровали. На нас никто не смотрит. У нас нету. Цумадинский цумадинский цумадин сверху, верхний участок. Дорога такой плохой. Никакого внимания на нас не смотрят. Газ говорит, поставили нас в трубы. Где эта труба? Терпению пришел предел. Чувствуем себя обделенными и ненужными. Хотя мы любим эти земли. Это наша родина, делятся многие жители. Мы постоянно делаем разные руководства, районные руководства, в том числе и республиканские руководства. Но в конце концов пришлось нам всем, поскольку здесь, в верхнем участке, у нас около 12 администраций и 24 департам собрали. Должны все местные сказать нашему руководству, в конце концов, пусть услышат от нас. У нас нету дороги. Вот видите, в каком положении летом дороги находятся, в каком положении зимой. Зимой отчисленные лавины чистые тоже мы. В курсе проблем и местная власть. Но в администрации Цумадинского района уверяют, что ситуация на контроле и делается все возможное для решения вопроса. Зам главы даже связался по телефону с руководителем дорожной службы. В городе, например, два месяца один раз. Ахмад тоже, конечно, украшивает, он два месяца, верхний участок. Там тоже есть определенные договоры, что эту дорогу тоже будем. Мы будем стараться эту дорогу тоже, чтобы включили программу и чтобы эту дорогу заасфальтировали. Потому что элементарно, вот я же сравниваю пассажиропоток, там определенные вот такие. Там действительно именно вот эта гармошка из-за потока автомобиля. Я каждый день после работы езжу туда. И лично я заинтересован, чтобы и дороги были, и связь была, и электричество было стабильнее. Как бы там ни было, наличие нерешенных вопросов районной администрации не отрицают. Более того, здесь пытаются в меру сил и возможностей что-то и делать. Тот случай, когда желание есть, а бюджета нет. Но чиновники не избегают людей, а готовы их выслушать и понять, что в наше время уже немало. Карим Гамая, Саид Шагидов, новости ННТ, Цумадинский район. К другим темам. Студенты Дагестанского исламского университета стали победителями Всероссийского конкурса молодых ученых и знатоков Корана. Мероприятие проходило в Хасавюрте. Победители получили главные призы автомобиля. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедову. 20-й Всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов собрал более 200 студентов исламских учебных заведений со всей страны. Молодые люди соревновались в трех номинациях. Исламские науки, чтение наизусть всего Корана и правильное совершение намаза. Блестящие результаты в этом году показали студенты Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа. В самой престижной и сложной номинации «Исламские науки» все призовые места остались за ними. «Все старались, полностью себя выкладывали. С утра до самого отбоя, до самого 10 вечера мы все учились. Никто своей силы не жалел до конца конкурса. И так готовились до последнего момента. И, аль-хамду-лах, мы добились хорошего результата». «Это не такой конкурс, на исход которого влияют один или два балла. На исход влияет именно одна десятая балла или же одна четвертая балла. Настолько сильная конкуренция бывает на этом конкурсе. И поэтому занять все призовые три места нам очень приятно, именно представляя наш исламский университет». «Уже второй год подряд все три призовых места остаются за нашим университетом. И когда возникает вопрос, какой же университет выбрать или же какому университету исламскому дать предпочтение, я думаю, подобные мероприятия определяют уровень». Впервые в номинации «Чтение наизусть всего Корана» также победителем стал воспитанник школы Хафиза в Придагестанском исламском университете. Амир Магомедов начал изучать Коран со второго класса. Много раз участвовал в данном конкурсе. Однако победить удалось только в этом году. «У нас были самые лучшие учителя. Это в первую очередь, конечно. А во-вторых, мы все-таки уже были много лет и изучали, что еще нам, над чем работать. И вот в итоге все получилось». «Среди 105 Хафизов нам просто отрадно занять первое место. И мы к этому довольно-таки долго шли. Скажу, этот путь длился где-то на протяженности 23 лет». Подготовка к ежегодному всероссийскому конкурсу памяти Сайдбе Гадаитова проходит тщательная. С начала учебного года формируется группа наиболее способных ребят, которые изучают дополнительные книги по таким направлениям, как «Пероубеждения», «Хадисы», «История», «Основы исламской юриспруденции» и многое другое. «На самом деле это очень серьезный конкурс. И то, что наши студенты заняли и все призовые места, и более того, даже все первые пять мест, это, конечно, говорит о уровне подготовки этих студентов. И это результат, опять-таки, кропотливой работы того, кто готовил их, который правильный подход к подготовке этих людей к этому конкурсу. И в целом, конечно же, результат работы всего преподавательского состава». Победителям в номинации «Исламские науки» и «Чтение наизусть всего Корана» вручили ключи от новых автомобилей. А лучшему в категории «Правильное совершение намаза» и призерам в двух других номинациях подарили путевки на «Малых Адж Умра». Помимо этого, организаторы молодым ученым вручили денежные сертификаты. И немного о спорте. Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» синхронно пройдет во всех регионах страны 4 июня. Мероприятие проводится уже в седьмой раз. В столице Дагестана на старт выйдет тысяча участников на дистанции 1,5, 10 и 21 километр. В прошлом году участниками «Забега» стали 700 человек. Среди них были и люди с ограниченными возможностями здоровья. Лучшие дартсмены республики сошлись на турнире в Махачкале. Соревнования, посвященные героям России и памяти погибших в СВО, прошли на базе спортшколы Миноборнауки Дагестана. Сильнейших определяли в трех дисциплинах. Победителями стали представители сборной Дагестана. Второе место заняли дартсмены из Махачкалы, а на третьем месте спортсмены из республиканской детско-юношеской спортшколы. Посвятили мы этот турнир героям России и памяти тех, которые, к сожалению, не вернулись в специальную военную операцию в Украине. Мы стараемся как-то людей своих настраивать на то, чтобы у них побольше было патриотизма и у наших детей, и у родителей. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в телеграм-канале. И до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова